Более полувека в Нижегородской области не слышали об этом заболевании. И сегодня вспышка ящура произошла довольно далеко от нашего региона, все же до Оренбурга тысяч километров. Но при определенных условиях вирус может преодолеть это расстояние за считанные дни. К тому же он очень живуч. Во внешней среде на открытом воздухе вирус ящура сохраняется до 30 часов. А в условиях холодильника до 10 дней в молоке, в масле до 2 месяцев, в колбасах до 50 дней, в кормах растительного происхождения до 5 месяцев, в высохшей слене шерсти животных на одежде до 3 месяцев, в замороженных душах вирус может храниться до 2 лет. Ультрафиолетовые лучи, прямые ультрафиолетовые лучи, либо кипячение убивает вирус только в течение 5 минут. В Оренбург ящур завезли с зараженным молодняком крупного рогатого скота из Казахстана. Хотя с той же легкостью вирус перемещается с молоком и молочной продукцией от зараженных животных мясом, кормами. Ну даже элементарно, захотел фермер подарок родственникам в другом регионе сделать. Он еще и не знает, что его животные заразились. Явных признаков еще нет. А ветеринарные обследования своего подворья он и сам не помнит, когда делал. Приготовил домашние колбасы, сало и отправил с Аказией. Перевозчику за хлопоты тоже батон колбасы дал. Тот по дороге пообедал, собаку на стоянке сердобольной покормил. В итоге вирус зашел сразу в несколько регионов. И это невыдуманная история. Именно так 20 лет назад африканская чума свиней в Нижегородскую область пришла. С отдыха домашние колбасы кто-то привез. А с Оренбургом у нас еще и тесные межхозяйственные связи. Мясо животных с территории неблагополучных к нам заходит. Официально по ветеринарным документам, якобы с результатами исследований. Но тем не менее мы результатам верим только своим и проводим повторный мониторинг. Скрыть вспышку этого заболевания невозможно. Если на животноводческую ферму попало хотя бы одно зараженное животное, то через корм или воду заразятся и остальные. И начнется падеж скота. По сути это полный крах селькозпредприятия. При вспышке ящера все поголовье в хозяйстве уничтожается. Сейчас по новым правилам весь скот в очаге уничтожается. То есть раньше мы вакцинировали, храняли хозяйство, ставили посты. Сейчас весь скот вырезается. Для человека ящер тоже опасен. Обычно люди заражаются через пищу, молочную и мясную продукцию. А также воздушно-капельным путем могут заразиться работники фермы. К счастью, от человека к человеку вирус не передается. Заболевания хоть и не смертельные, конечно, если вовремя обратиться к врачу при появлении высокой температуры, сыпи и язв, неожиданно появившихся на слизистой оболочке, жжение во рту, но протекает оно в довольно тяжелой форме. Несколько недель стационара вам обеспечено. Что мы сделали для того, чтобы не допустить это опасное заболевание на территории области? Все, наверное, принимали участие. Это районные КЧС и ОПБ в муниципальных образованиях. Соответственно, всем доведена информация в виде памяток, средствах массовой информации. Самый главный принцип, который мы, ветеринары, доносили до владельцев животных, это соблюдение режима предприятия закрытого типа. Любой ввоз животных, а именно животными, ввезли в Оренбург, именно больными животными. Запрет ввоз животных с неблагополучных территорий и соблюдение режима предприятий закрытого типа. Следующее, это, конечно же, ветеринарные свидетельствования всех животных. Строгий контроль и в случае подозрения на заболевание, немедленное информирование ветеринарной службы для принятия экстренных мер. Кроме того, организовали посты на дорогах, на федеральных трассах, около Нижнего Новгорода на посту Окский, организован круглосуточный пост, в Воротынском районе в режиме автопатруля, в Лысковском районе, Сеченовском, Сергачевском, Починковском районах. Есть результаты. Ловили мы не одну партию неизвестной продукции производства, производства без каких-либо документов или ветеринарных клеем. Соответственно, эта продукция передавалась в Россельхознадзор, и они принимали себе административные меры по пресечению данного факта. Если все же это заболевание придет в регион, то будут очень серьезные экономические последствия. В случае вспышки ящера в радиусе 100 километров от этого места устанавливается угрожающая зона. Там проводится поголовная вакцинация, и оттуда будет запрещен вывоз любой животноводческой продукции. Нельзя также вывозить корма. Сено, зерно, то есть сельхозпредприятие, просто не сможет продавать свою продукцию. Более того, если в угрожающую зону попадают перерабатывающие заводы, например, колбасный или молочный, то и он не сможет вывозить свою продукцию. Можно, конечно, не рисковать и провакцинировать животных заранее, но в этом случае 100-километровая угрожающая зона все равно устанавливается все с теми же последствиями. Тем не менее, запас вакцины для обработки поголовья срочного создан министерством для нас, специально для Нижегородского область, порядка 100 тысяч доз. То есть на крайний случай у нас в Юрьевце небольшая партия для вакцинации лежит. То есть все будет проведено в ближайшие сутки в случае выявления заболевания. Поскольку вспышка ящура в Оренбурге произошла зимой, ее удалось быстро локализовать. Но это не значит, что опасность переноса вируса ликвидирована. Все покажет весенний-летний период. Какая ситуация будет, она, конечно, нестабильна, я сразу скажу. Вирус распространяется с выгодом на пастбище, все может повториться. Поэтому надо в первую очередь отслеживать здоровье поголовья своих животных и немедленно сообщать ветеринару. Комитет ветеринарии Нижегородской области просит всех жителей региона воздержаться от ввоза в область животноводческой продукции, не прошедшей ветеринарной контроли. И уж тем более пока не стоит привозить со стороны скот. Коров, овец, коз, свиней. И это касается не только вывоза из Оренбургской области, но и из других регионов, которые были вынуждены провести вакцинацию животных из-за тесных связей с Оренбургом. КОНЕЦ КОНЕЦ